Вопросы личного характера Итак, первый вопрос О вашей нарастающей популярности Отец Владимир, не секрет, что ваша личность в последнее время вызывает интерес у многих людей В интернете много ваших проповедей, очень много просмотров А вас знают во многих местах не только теперь уже Россия, но и за рубежом Можно сказать, что вы находитесь на пике популярности Как вы к этому относитесь? Да не знаю, ведь это пикта популярность у тех, кто в интернетах какие-то видео смотрит А я как живу дома, так живу Совершаю служение в храме Говорю проповеди Общаюсь с паломниками Дома копаю огород Стригу овец Для меня вообще ничего не изменилось Одна из наших подписчиц, Яна Кочкина, пишет как раз на эту тему Отец Владимир, вы очень известный и наш любимый батюшка Скажите, искушает ли вас лукавое тщеславие? Если да, то как вы боретесь? Нет, не искушает Наверное, при этом что-то более серьезное Какой-то бой А не тщеславие Да нет, да нечем Ну вот приходилось и приходится слышать проповеди и церковных настоящих проповедников В церкви у нас немного, но есть, конечно Люди, которые высокой эрудиции Большого проповедительского таланта Высокой духовности Все познают в сравнении Когда, если я себя сейчас возьму с ними и сравню Явно сравнение мое будет в пользу Но я могу назвать имена сейчас Вот, например, очень эрудированный, известный проповедник нашей времени Отец Андрей Ткачев Думаю, что интересные вещи, порой очень глубокие, говорит отец Дмитрий Смирнов Насколько грамотно, богословски и духовно Осипов Я с особым желанием слушаю слова владыки Илариона Митроповеди нашего Вот, я думаю, что глубоко говорит наш патриарх Я нахожусь всегда в что-то очень важное и глубокое в его словах Можно других называть Вот, есть такой интересный проповедник Он давно уже имеет место в свое служение Лапкин Игорь Тихонович Своеобразный проповедник, надо прямо сказать Горячий такой Но насколько он знает Священное Писание Насколько это конкретно Он говорит и сразу четко, конкретно Вот такая книга библейская Такая глава, такой стих Ну, когда себя сравниваешь такими Ну, чем тщеславиться-то? Мне это ничего нет Поэтому тщеславиться особо нечем Богу нашему слава Во веки веков, аминь Просим, приходите, подписывайтесь Будете регулярно получать С нашего канала Если вам понравилось наше видео Одобряйте Ставьте лайк А также поделитесь с друзьями О просмотренном в соцсетях Вконтакте, в фейсбуке, в твиттере, в одноклассниках Добавляйте в плейлист Подписывайтесь на наш канал Нажимайте на колокольчик Это даст вам возможность узнавать о новых видео Которые обязательно будут выходить на нашу канал А также смотрите другие наши видеоролики В нашем богатом видеоархиве Помоги вам Христос С Богом